Ивановские кудоисты триумфально выступили на первенстве Центрального федерального округа. По итогам соревнований в копилке нашей сборной 4 золотых и 4 серебряных медали. А также первое место в командном зачете. Всего за победу в чемпионате боролись около 200 кудоистов. Из 14 спортсменов, представлявших наш регион на соревнованиях, 8 заняли призовые места. Впервые в истории ивановских призеров ЦФО так много. Обычно всего 2-3 человека. Ребята хорошо подготовились. Мы создали общую сборную. Раньше у нас была такая система, каждый клуб занимался по отдельности и готовили отдельно ребят. А сейчас мы подошли по-другому. Решили сделать общую сборную со всей федерацией. И под руководством Адгара Коляна, я его поставил главным тренером сборной. И он занимался по своей методике, которую учили подготовки на чемпионат мира и Европы. То есть он по этой отдельной методике ребят готовил. И естественно у нас такой хороший результат и получился. Победы нелегко даются нашим спортсменам. Удачному выступлению на чемпионате предшествуют месяцы тренировок. Каждый день по 2 часа. Упражнения, удары, техника, тактика. Каждый день мы тренируемся. В понедельник, среду, пятницу. Простые. Вторник, четверг, субботу сборы. Очень сложные тренировки у нас. Все серьезно. Но важно и на соревнованиях не растеряться и выложиться на все 100%. Лавренту Аракеляну на первенстве пришлось особенно нелегко. В финальном бою в сопернике ему достался трехкратный чемпион ЦФО. Было очень сложно. Финальный бой был очень сложный. Я провел с дополнительным боем. Ну, так напряженно было. Ну и выиграл. Теперь восьмерке лучших кудаистов предстоит показать себя на чемпионате России. И если получится, сильнейшие из них будут защищать честь нашей страны на чемпионате мира в Токио. Наталья Романова, Олег Милюхин, РТВ Иваново.